Да, это было на островах. Это было где-то с один из осенних дней. Мы с товарищами решили поехать на охоту. То самое место! Это еще 20 километров по непротоптанному снегу. Отправиться туда сейчас можно только на снегоходе. Охота и рыбалка для Александра увлечение давнее, поэтому в тот день все было как обычно. Да не совсем. Шли по Волге на моторной лодке. Вы видели, справа лодка приближается. И в какое-то мгновение, я даже не знаю, что произошло, каким образом, просто мужчина вылетел из нее. И лодка начала крутиться. Мы скорее поспешили к мужчине, потому что вода уже ледяная была, где-то ночью уже температура до минус одного падала. И плюс, кто охотники знает, все костюмы, они очень тяжелые. И когда он набирает воду, то есть выплыть практически невозможно. Мужчину они с товарищем спасли и даже выловили лодку. Отогрели, привезли домой и продолжили жить. О случае Александр быстро забыл. Пока ему не напомнили, не рассказали. Оказалось, будничный для него поступок теперь называют героическим. Я не вижу в этом абсолютно никакого героизма, потому что любой бы человек, я думаю, поступил так же на моем месте. И лучше бы все люди поступали так же, как и я, тогда бы, наверное. Дружба – это вещь такая, нужно друг другу помогать. У нас же тем более непростое время. А потом о нем написали в газете. И еще в одной, и еще. Парня наградили, и на церемонии выяснилось. Мир полон неравнодушных людей, которые помогают друг другу. Среди них и самые юные. Мы уже неоднократно рассказывали в течение года и об отважном Флориде Садриеве, который спас соседа из горящего дома, и о храбром Радмире, которому всего 7 лет. Мы с ней гуляли на площадке. Там был дяденька странный. Потом мы как пошли в отбор, он побежал за Ульяной. Ей было 7 лет. Как они добежали до двора, я добежал, был молчок. Потом я начал этого дядюку пинать, потом позвал родителей. Награда нашла и Руфину Уренцову из Альметьевска. Она тоже стала участницей чудесного спасения. В экстремальной ситуации не растерялась, хотя и было страшно. Девочка вытащила из воды тонущего ребенка и позвала на помощь. Хотели спросить. Он вообще ничего не отвечал. Я его подняла, у него глаза были закрыты. Я его потусила на берег. За смелость ее наградили поездкой в Казань на республиканскую елку. И таких примеров, когда ребенок оказался совсем небеспомощным во взрослой ситуации, много. Но есть и те, кто вроде никого не спасли и, казалось бы, не совершили никакого подвига, но все равно поступили особенно. Просто точка на карте вряд ли может отразить всю силу целеустремленности, самоотверженности и возможности человека в экстремальных условиях. Трое казанцев во главе с 71-летним капитаном вот уже полгода находятся в кругосветном путешествии. Протяженность маршрута более 40 тысяч километров. В мае экспедиция отправилась в Санкт-Петербург, в Казань, прошла через Стамбул, вышла в Атлантический океан и прошла Панамский канал. А все ради знаменательной даты – столетия ТССР. Флаг ТССР планирует дойти и до Австралии. Это основная их задача, цель. И у них на фрусах отмечен логотип «100 лет республики Татарстан», такой же, который у нас был основной логотип Татарстана. Так что это основная задача очередной раз показать, и в мировом сообществе показать, что здесь такая у нас республика Татарстана, чтобы знали. Трое в яхте, не считая опасностей. В этих широтах не волны, горы. При штормовом ветре они достигают 8 метров. Впрочем, команда вышла с нами на связь по спутнику и рассказала, как будет встречать Новый год. Ну, естественно, Новый год будет встречать в океане. Вот, ну, тоже прикольно. Потом будем вспоминать, что Новый год встретили. Были поломки небольшие, там два раза рвали по рукам, потом ремонтировали. Ну, какие-то ключи. Значит, на горизонте появилась деревянная лодка большая, очень рыболовецкая. Мотором, таким оборудованным. На борту никого нет. Обследование никого на борту нет. Кругосветка, скорее всего, затянется до весны. Ну, а пока за океаном кто-то там, то кто-то здесь остается на передовой. Например, просто приносят продукты пожилым людям или лекарства больным пациентам. Собирают средства нуждающимся и работают в красной зоне. Тысячи добровольцев в этом году прошли настоящую проверку на прочность. Волонтеры. Вот те люди, чье желание творить добро стало смыслом жизни. Мы приходили сюда к 8 утра и уходили около 11 вечера. Потому что мы понимали, что помощь нужна всегда. И когда был самый пик, у нас было в день около 50 заявок. Это только в городе Казань. И если раньше еще был вопрос, кто такой волонтер и чем он занимается, после пандемии коронавируса таких вопросов уже ни у кого не возникает. Потому что все видят, какую большую работу мы делаем. И действительно мы понимаем, какую поддержку мы ощущаем, как со стороны населения, так и со стороны правительства республики. Поддержку от этого человека чувствует целый город Елабуга. Правда, не особо ценят. 15 лет Виталий Филиппов каждый день занимается генеральной уборкой берегов Камы. А люди продолжают мусорить. Мужчина даже купил газель за собственные средства. Он тоже сегодня герой нашего времени и очень переживает за чистый город. Не могу смотреть спокойно, спать спокойно не могу. Когда увижу, что кровь все захламлено, да некуда. Можно сказать, местами прямо свалка. Камазами валят, грузовиками валят. Беспредел, полный беспредел. А ведь это наша родина. Помогать тем, кто в этой помощи нуждается, и делать это абсолютно бескорыстно. Спасатели, рискующие своей жизнью каждый день. Медики, чья работа должна оставаться в фокусе не только в этом году. Герои среди нас. Люди самых разных призваний, профессий и взглядов. Но всегда готовые пожертвовать собой. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы 7 дней смотрите на YouTube-канале ТНВ.